здравствуйте подписчики гости моего канала мы идем с вами по дороге которая ведет заброшенный хутор в истории это видео где-то полгода назад под одним из видео был такой вопрос а как там хутор который расположен между селами Сворково и Чернево я написал что хутор уже не жилой приходит следующий вопрос как крениться как сад моего дедушки я не был там уже больше 30 лет я пообещал что сниму видео и покажу что можно вот выполняя это обещание видите кругом заросли здесь было абсолютно чисто вот первый дом даже это уже не первый дом впереди там тоже был останки дома с левой стороны здесь всегда были огороды плетен пришел по над дорогой вот еще один дом заходить не будем никуда просто пройдем с одного конца хутора на другой клипы здесь были огороды с левой стороны и справа стояли дома и тоже здесь огород был все было ухожено чистенько красиво я снимал недели три назад видео про хутор но некоторые моменты выпали выпали были не сняты еще один домик это не домик это не я хозяйственная постройка поэтому решил заснять видео будет моменты заснятые раз с разницей три недели сейчас у нас четвертое июня идет на потоком вот дом тоже крыши нет окна здесь были хозяйственные постройки нас интересует с вами креница и сад я примерно так предполагаю где они находятся вот это у нас дом который был покинут примерно 5-6 лет назад могу ошибаться люди переехали последние хутора так вот тропинка здесь создаваться вот и креница . стол с лавочками люди отдыхают разговаривали общались креница сама с покоснилась на вода есть вода есть креница не чистилась давно есть ведро нужно набрать воды кружка вот такая креница она находится на нижней дороге обычно когда ехали на сенокос то или через ветку или через низ вот этой дорогой и всегда можно было попить воды вот так здесь карьер идет рядом подойдем смотрим если вода ну воды очень мало уже заросший выйду сейчас на основную улицу потом ищусь опять так вернулись мы на улицу кстати почему мало домов дома были деревянные деревянные основном спаливали траву вот это этот сад яблони две яблони большие все цветут все цветут то есть урожай ведь ель елем вниз к ци желтая засветает и сыграть сад идет дальше вот он идем вниз здесь тоже стоял дом ясен мощный светит что за дерево груша груша тоже очень большая вниз тоже наверное упала заготавливал дрова здесь ниже дорогах выходить садила в конце 70 здесь стоял у нас пасеке и когда я первый раз оказался на хуторе не запомнился здесь сближаясь с этого поворота начинается лук вот это карьер идет лук глух глух чистый паслась скот пасся пелята привязаны что за бобры работают видите и много птицы было летело солнце было такое прекрасное утро но тут начало только весны а летом зарастет сюда не зайдешь это не начало весны а весна сегодня у нас 16 мая черемаха цветет запах стоит сильный вот это место мне запомнился с детства здесь сейчас все заросло клены оно было чисто вправо стояли домики красивые такие домики ну вот это осталось от слева был чистый лук молодой зеленой крови справа домов уже нет вообще я уже говорил там творили все разобрали мы идем по центральному хотя какая центральная она еще там была одна там только здесь так мы отключусь на некоторое время яблони сядь с цветом люди уходят а сады остаются как не за бьет растительность кусты разные ну сады это в основном сзади идут мы зайдем чуть позже и назад здесь был чистый лук все было чисто сады яблони а с левой стороны у нас был чистый лук без этих обзаражков тут мы ушли на дорогу значит дорога там подстанция по моему была с левой стороны улица шла дальше прямо но мы пройдем к речке недалеко здесь речка карьер с левой стороны и дорога на рыбалку накатанная немного накатанная карьер заканчивается здесь идет тоже карьер канала так а вдалеке речка сейчас мы подойдем ну от хутора наверное метров около двухсот так мы подходим к речке и как левень вот сама речка течет вот в хутора здесь по моему руку когда-то стояли лодки подвергла большая ну и речка рядом люди жили за счет речки ловили рыбу раков раков было немерено это оборудовали для рыбалки охота место ну я хочу пройти еще дальше показать вам реку пока отключусь добрались эта часть реки была не чищена без работы миллиаратора ширина наверно метров шестьдесят пятьдесят шестьдесят местами такая красота идем дальше там еще и старится я сказал что метров 200 скутера наверно меньше до реки местами наверно метров сто пятьдесят не столь важно река рядом на хуторе всегда жили рыбаки лодка еще стоит рыбаки приезжают и сейчас летом кувшинки маковки покрывают поверхность красота 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 лодка сверху и разом будет громко Заводят свой концерт. Заводят свой концерт. С той стороны, видите, там опасает скот. Поэтому там все чисто. Дальше речки. Вот основное русло. И река пошла туда. Потом к лесу делала полукруг с изгибами. И выходила возле селья. Наши миллиардераторы делают такой вариант. Берут один изгиб, второй. И копают канал. И то, что природа формировала тысячелетиями, было уничтожено за два года. Были ямы, очень большие, омуты. Мерили глубину, как раньше. Связывали вожжи, по несколько вожжей. Не могли достать дна. А название ям было такое, как бездонное. Бездонное. Вот это, когда этого канала не было, ну, в Вине, за речкой даже уже, находится сынокос. Всегда был сынокос. Называется он казачий. Казачий. О чем говорит? Надо знать название. Сварково это казачье село. И казакам вот тут давали землю. Можно было проехать через хутор. Не перебираюсь через речку нигде. Потому что она уходила туда напрямую. И тут косили сено казаки. Ну, а позже при колхозах давали людям. Ну, вот здесь была кладка, постоянно делали. Вода ее сносила. Ну, и делали каждый год. Торские. И переходили на ту сторону. А сено возили через Чернева. Смотрите, лебеди. Видно или нет? Не знаю, полетели. Так. Ну, еще есть у нас такое Попова. Понятно, чья земля была. Пастбище. Пастбище, сенокос. Есть дорога хуторская. Дороги хутора уже нет. А дорога осталась. Называется так. Идет она к Калюжному. Ну, тоже там частично перепаха наша. Хуторская. Некрасовская. Эсманская. Эсманский шлях. Название многое. До нас доносят. С прошлого. Ну, а теперь я вернусь на то место, где зашел. И продолжим экскурсию по хутору. Так. Ну, вот я возвращаюсь на центральную дорогу. Опять все правильно. По хутору она была. По хутору. Да. Смотрите. Тут еще немножко чище. Чем там. Вот здесь тоже помню. Было очень чисто. Крова изумрудная. Птицы много. Пелята. Паспетит. Жизнь шла. А тут и дорога. Вот здесь на хуну стояли домики. окнами на луг и на речку. И здесь я приезжал туда-назад. А здесь паслась две косули. Самочка и самец. сколько протяженность хутора. Ну, знаешь, думаю, метров 800-800 или это так. это до тройки утром это все. Деревья, дербы осталось. Хозяев садили. горла плачет чуть-чуть тихо. Тяжело определить, где она точно садалка. Тяжело плачет подняться. Гребен я Тихо. 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 уже до конца слова а сзади идут сады и огороды, но мы выйдем с той стороны посмотрим так, вот эта дорога бедная, она поворачивала на лево и шла к Класске, там где мы были с вами, на развилку там переходим мы дошли, но тут сейчас я вам покажу заходим в сад, в сады и огороды с этой стороны посмотрим ну тут хутор не заканчивался, тут пригород есть такой небольшой вот так где-то он идет туда наскосок, там были дома, это я вам говорю 100% я их не помню конечно уже, но там есть кирпич видно, что там стояли дома, сколько их там было? 2, 3, 4, не знаю, ну бедный яблоки старые, но цветущие здесь огороды все распахали, но не везде это уже самая выросла груша, это садили видно когда-то яблони 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 это распахали кстати или осенью да скорее всего осень происковали в прошлом году мы тут собирали грибы и ягоды росли березки, не густом, но росли сосунки, березки это чей-то род был и сад, смотрите, груша одна, вторая уже отцветают яблони, вишни яблони здесь ряд слив тут яблони вот яблони вот яблони 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 от погреба если видите выход шея осталось мы находимся на верхней точке за хутором но немного истории о самом хуторе и окрестностях недалеко от хутора была стоянка скифов а это седьмой век до нашей эры и четвертый век нашей эры совсем совсем рядом с хутором тоже есть поселение Киевской Руси Киевская Русь это девятая девятый век тринадцатый век перед нами находится монастырь Галинская пустынь основан монастырь в 1557 году история у него славная это был очень богатый монастырь во времена Советского Союза его закрывали несколько раз вот сейчас он возрождается постоянно идет стройка строится как культовые сооружения так и хозяйственные постройки много скота уже в монастыре большая пасека ну а теперь о хуторе когда же был основан хутор если посмотреть на карту Шуберта которая датируется 1848 и 1963 то хутора там нет то есть его тогда еще не было появился он в двадцатых годах двадцатого века в лучшие времена на хуторе проживало около двухсот человек такой большой был хутор место очень красивое вот здесь напротив монастыря как раз была переправа до монастыря здесь недалеко ну я не знаю полтора-два километра наверное не больше а может и меньше вот здесь сосновый лис с левой стороны вот там была переправа как раз против монастыря возможно у кого-то есть истории о хуторе какие-то сведения напишите пожалуйста под видео будет интересно почитать вот левой стороны от меня расположена сварбкова купола николаевской церкви ну пасмурно возможно не очень видно так а справа чернева там почему почему люди покидают такие места вот вот такое видео спасибо за просмотр всем удачи будьте здоровы встретимся на моем канале vice versa давайте по а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok